Мы закончили на этой неделе книгу «Откровение. Перевод». И на самой последней главе я получил откровение. Да, звучит так оно интересно. И было одно место — «Листья для исцеления народа». Место, которое я сколько уже теологических разных читал объяснений. И столько у меня в голове тоже самого был теологический конфликт. Все-таки, что это за листья? Для чего эти листья? И я надеюсь, сегодня я развею этот миф. Или дам ответ на этот вопрос. Что это за листья? Поэтому мое короткое слово называется так. Для чего листья — дерево жизни? Хорошо? Мы будем читать книгу «Откровение», 22 глава. Можете взять свои Библии, открыть в электронной Библии. Потому что вам придется чуть-чуть сейчас напрячь мозги. Потому что я буду говорить с греческого некоторые места, чтобы вы увидели, где была неточность в переводе или что означает это слово. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Делаю паузу. Речь идет. Это уже последняя глава книги «Откровение». Уже он увидел перед этим Иоанн Новый Иерусалим. И уже он описывает события или эпизод, или часть, то, что ему было показано из «Жизни вечной». «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Вопрос. Зачем на небе исцеление народа? Вопрос справедливый, правда? Вполне справедливый. И вот, как я увидел объяснение того, что здесь написано. в главе, которая ранее, есть объяснение, что на самом деле не будет никаких болезней на небе. И мы знаем это точно. Но даже глава до этого это подчеркивает. Я быстро прочитаю «Откровение 21.4». Это то, что будет происходить там, в вешности, когда мы туда переместимся. «И отрёт Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже». Давайте скажем «смерти не будет». Это очень важно понимать, что там на небе не будет в новой жизни смерти. Дальше перечисляется. «Не плача». И на самом деле в греческом это слово имеет чуть-чуть шире смысл. Вот значение этого слова. «Скорбь, горе, несчастье». То есть не будет смерти, скорби, горе, несчастье, ни вопля, ни болезни. Это слово «страдание, мучение, мука, боль, заболевание, болезнь» уже не будет, ибо прежнее прошло. Итак, сам же автор, который в 2-3 главе говорит «листы для исцеления», он же сам главой выше пишет, что не будет на небе ни болезни, ни смерти, ничего. Странно, да? Конфликт между двумя главами. Внимание! Слово «исцеление народов» это греческое слово, не знаю, запомните вы или нет, но так, кому это интересно, терапейн. Терапейн. Подсказка есть в названии, но это слово глубже, чем просто терапия, хотя слово «терапия» пошло от этого слова. Это одно из многозначимых греческих слов, у которого есть 8 значений, которые некоторые вообще отличаются друг от друга. Сейчас я вам их зачитаю. Поэтому мы сейчас будем рассматривать только маленький кусочек для исцеления народов. То есть для нормально все, народов нормально. Вот теперь терапейн, это слово, что оно означает? Читаю 8 значений, и теперь догадываетесь, для чего эти листья? То есть для терапейн народов. Синодально перевели «исцеление». Но что означает эти слова? Первое значение – религиозное служение, почитание. Это первое значение слова «терапеан». Второе значение – уважение. Третье – забота, попечение. Четвертое – выращивание чего-то. Пятое значение – приготовление, то есть как в пищу приготовление. Шестое значение – врачебный уход, лечение. Оттуда слово «терапия» пошло с этого греческого слова. Седьмое значение – охрана. Вообще нелогично, да? Это все значение слова «терапеан». И восьмое значение – прислуга, слуги. Как я сказал, специфичное слово. Словарное определение сложнейшее. Восемь направлений, как это слово может быть правильно переведено, и нету одного значения. Поэтому, изучая дальше это слово, к какому я прошел выводу, для чего листья? Мне кажется, что это листья именно для служения, поклонения народу. Почему? Потому что это первое значение этого слова – религиозное служение, почитание. Почему я пришел к выводу, что все-таки это листья именно для служения? Потому что мы закончили читать второй стих. Давайте я снова второй и перейду на третий. Там же мысль продолжается. И там есть некая подсказка в третьем стихе, для чего эти листья. «Среди улицы его и по эту сторону, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз, проносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья, дерево для исцеления народов. И ничего уж и не будет проклятого». Вот, кстати, еще одно понимание. Какая это, может быть, болезнь? Следующий идет стих «Ничего проклятого». А болезни и пришли в результате проклятия. То, что пришло на землю и от земли на человека. «Не будет ничего проклятого, но престол Бога и акса будет в нем», то есть в Новом Иерусалиме, «и рабы его, а правильно слуги, будут служить ему». Вот подсказка. Третий стих «Для чего могут быть призназначены листья? Ибо ничего не будет там проклятого, но его слуги будут в этом городе служить Богу». Вот почему я считаю, что все-таки первое значение слова «терапеон» больше всего подходит. Другие принципы, они не сильно и подходят. Вот, уважение. Листья для уважения народов. Ну, как-то не подходит, да? Листья для заботы, для попечения народов. Ну, разве что париться, может быть, как-то. Но мы не исключаем, может быть, кто его знает. Ну, вряд ли. Дерево жизни, да? Его листья для какого-то... Может, там, махать, я не знаю. Хотя есть упоминание, что великое множество, которое стояло, с пальмами и ветвями стояло. Да? Они воздавали Богу славу. Вот. Но это больше все равно как на служение и поклонение Богу все равно подходит. Завод и попечение тоже вроде не сильно подходит. Выращивание. Ну, может быть, для выращивания народов. Может, люди что-то там, эти листья будут с этим выращивать. Ну, мы сейчас просто рассуждаем, да? Это разные значения слова. Приготовление. Они, мод, плоды, получается, и листья вместе. Может быть, эти листья тоже можно кушать с плодами. Мы не знаем. Для приготовления. Может быть. Для приготовления какой-то пищи. Специи какие-то. Может быть. Может быть. Это все значение терапии, это слово. Врачебный уход, лечение. Вот тут мы не согласны. Потому что проклятого не будет, болезни не будет. Однозначно. Для охраны листья. Но тоже вроде не подходит. На небе это не актуально. И прислуга, слуги. Опять же, служить. Первое и последнее слово. Для служения. Так что, вот так, друзья. Это листья не для исцеления народов. Никто там болеть на небе не будет. И это листья для служения Богу. Или, может быть, вы будете что-то готовить с них. Один маленький момент по поводу этих плодов. Просто маленькая деталь. Я закончу. Написано, что дерево будет приносить 12 плодов. Давайте скажем 12. Каждый месяц. И то есть там стоит и листья. Это не отделено. Там нет запятых. Это согласно правилам греческого то каждый месяц на этом дереве будет определенный плод. И там слово не приносить, а слово дерево будет творить. Это тоже слово греческое которое везде употребляется. Бог творил. Или еврите. Бог сотворил небо и землю. Поэтому там слово не приносить на самом деле плоды, а дерево будет творить плоды и листья. Плоды и листья каждый месяц. И на каждый месяц будет свой плод и листья. То есть каким-то образом люди будут брать и плоды и листья оттуда. То есть это не в нашем понятии листья. Вот дерево обвешано листьями. А это плод с листьями. Каждый месяц будет свой плод своими листьями. И люди похожи они будут это брать и использовать одно для кушания, другое я не знаю для чего. Для служения Богу, для специй или я не знаю может подстилать себе. Я думаю для служения. Я думаю для служения Богу. Это все такой маленький разбор этого места из Писания. Но у меня теперь все нормально с теологией. То есть я теперь спокоен что все никто-то не будет исцеляться от этих листьев. Все нормально. Никто болеть не будет на небе. Аминь. Спасибо Господу. Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно пройдя по ссылке которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви свяжитесь с нами и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья.